Многие не понимают, почему назвать легкодоступной или шлюхой другую девушку – это проявление мезогинии. Знаете почему? Потому что не существует шлюха. Ни одна девушка не может называться шлюхой. Только задумайтесь, за что вы осуждаете и оскорбляете тех девушек, которых называете шлюхами. За то, что они любят секс и за то, что у них есть. То, что они распоряжаются своим телом так, как хотят. В нашем обществе это считается предосудительным. Это не так, это никогда не было так. Нет ничего плохого в том, что ты занимаешься с кем-то сексом по обоюдному согласию. Нет ничего плохого в большом количестве партнеров. Твое тело и только тебе решать, как им распоряжаться. Точно так же и все другие девушки могут решать, как распоряжаться своим телом. Вы против запрета абортов, но все еще называете кого-то шлюхой? Ммм, лицемерие. Нет, 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 no night. Не надо нам, мужчинам, навязывать то, что это не девушка-шлюпка. Это все нормально и все это естественно. Просто-напросто это ее выбор и она вправе распоряжаться. Вопросов нет. Я вообще на чужую свободу никаким образом не посягаю. Делайте все, что хотите. И с собой, и со своим телом и так далее. Это исключительно ваше тело, ваше дело. Но не навязывайте, пожалуйста, тогда нам, мужчинам, тот факт, что мы не хотим жить с такими девушками. Это наш выбор, это наша жизнь, это наше тело. Мы на свое тело ложить с этим человеком, у которого было очень много половых партнеров. Не хотим, как и не хотим содержать. Однако, смотрите, здесь какие двойные стандарты. Мое тело, мое дело, что хочу, то и делаю. Какая тебе разница, сколько у меня было половых партнеров. И может быть, я просто-напросто люблю секс. На здоровье. Только не надо нам, мужчинам, навязывать то, что мы теперь должны это содержать. И то, что это нормально, это нормально может быть для тебя. И ты можешь остаться при своем личном мнении. А для нас, мужчин, это ненормально. И мы остаемся при своем личном мнении.